30 метров за 4,9 секунды. Результат Александра Львова. Это тянет на бронзовый значок. Сегодня ученик гимназии номер 2 с однокашниками пробует силы сдачи нормативы в ГТО. Среди них бег 2 километра по периметру лыжного стадиона. Для 9 классов 3 километра для 11. Около 30 школ. Им нужно успеть пройти все дисциплины до декабря месяца. Потому что в январе выйдет приказ. Сегодня сдаются беговые, так как это очень объемные по времени занимающиеся дисциплины. А так они сдают еще силовую часть, куда входит наклон, прыжок, отжимание, пресс и плавание. Еще мы предоставляем на выбор стрельбу. Если кто-то не плавает, можно пострелять. У нас электронный тир в самом центре. У Максима из 11-го Б уже есть золото ГТО. В 2018 году он с успехом сдал все необходимые дисциплины. На этот раз борьба не только за награду, но и с самим собой. Поскольку готовым нужно быть не только к труду, но и к обороне, метать приходится в том числе гранаты. Боксер и будущий инженер с задачей справляется легко, мотивирует и бонус при поступлении в МАИ. Мой институт как раз прибавляет плюс два балла к ЕГЭ. Проверить себя на физическую подготовку, да и в принципе сдавал раньше ГТО, проверить остался ли в прежней форме или нет. Если у человека крепкое здоровье и он раньше занимался физкультурой, то он очень легко пройдет ее. Для юношей и девушек нормативы разнятся. Метание снаряда с трех попыток на золото ГТО девчонкам необходимо выполнить на 20 метров. Мальчишкам на все 35, так еще и масса мяча будет побольше. Это испытания по выбору, также в тестирование входят обязательные. Не только бег, но и подтягивание или рывок гиремасы 16 килограммов, а также наклон вперед из положения стоя. В общей сложности 13 тестов. Тем, кто сдавал нормативы сегодня, после приказа, знаки вручат в мае следующего года.